Конечно, это особенный день, и сейчас мы находимся, если можно так сказать, во втором доме папы. Этот дом для него всегда оставался родным, начиная с 1943 года, когда он поступил в консерваторию. Три года спустя он ее закончил, перепрыгнул со второго курса на пятый. Три года после он уже сам преподавал в консерватории в 19-м классе, в котором творились просто чудеса. Я счастлива, что Господь мне дал такую возможность присутствовать на этих уроках. И это консерватория Биттлбом, в котором он исполнял впервые произведения таких гениев, как Шестакович, Прокофьев и Биттен. И в 1963-1964 году он в этих стенах дал исторический цикл концертов, где он исполнил 40 вилончельных концертов, 18 из которых были исполнены впервые, и это все на протяжении 11 дней. То есть это исключительное дарование. Это те стены, где Папа простился с нашей страной в 1974 году, это было в мае, с консерваторским оркестром. И это те стены, куда Папа вернулся в 1990 году с Вашингтонским оркестром. Это всегда было и оставалось его дома. И после того, как мы уехали из этой страны, несмотря на многочисленные предложения, которые приходили Папе, чтобы он преподавал в самых лучших консерваториях и колледжах мира, он всегда отказывался от этого, потому что он говорил, что он всегда будет единственным домом, которым он преподавал, это Московская государственная консерватория имени Петра Ильича 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 Ильича. Поэтому для меня сегодня большое счастье. Я очень волнуюсь внутри, потому что это еще одно возвращение Папы сюда, его родные стены. Я очень благодарна моему другу и удивительному артисту-художнику Александру Луковичнику за то, что он создал такой скульптурный образ Папы, который ни на что не похож. И действительно, очень трудно из него использовать такой традиционной техники, знаете, просто фотографические сходства дать. Поэтому этот такой образ действительно ни на кого не похожий, образ артистический. И я с большим удовольствием и радостью передаю его в дар Московской консерватории Антона Ростроповича день рождения Паповицы. Мы испытываем очень радостное волнение сегодня, это вполне понятно, потому что это святое имя для Московской консерватории. И именно сегодня, когда начинается уже очередной фестиваль, нам очень приятно, что уровень этого фестиваля действительно превышает даже все наши ожидания. Потому что здесь все символично. Символично то, что приедет этот Пашингтонский оркестр, с которым было второе пришествие, как сейчас сказала Игорь Натиславовна. Символично то, что сегодня были открыты мемориальные доски на доме у Союза композиторов. И вот сегодня подчеркнута именно этим даром значимость нашей встречи в Большом зале консерватории. Слав Феопольевич был почетным профессором Московской консерватории, как и Калина Павлович Невская. И сегодня я немножко уже раскрою секрет. Сегодня мы тоже приготовили такую очень приятную церемонию. Причем она будет происходить впервые в Московской консерватории в таком воплощении. Сегодня Юрий Хатувич Стамирканов также получит диплом и мантию почетного профессора Московской консерватории. Это для нас величайная радость. И я сегодня со сцены поясню, с чем она связана. Но коротко могу сказать сейчас и для вас. Московская консерватория отметила свой 150-летний юбилей, как вы знаете. И Юрий Хатувич изменил свои неизменные, собственно говоря, традиции выступления в России только с одним оркестром, с собственным оркестром, заслушанным коллективом республики. Только на одном фестивале. Да. И он сделал это исключение именно ради Московской консерватории. Приехал сюда, выступал с нашим студенческим оркестром, репетировал три дня перед этим. И вот именно это событие, конечно, впечаталось в память каждого студента, который находился перед ним. И нам хотелось именно вот такой знак благодарности подготовить именно к этому символичному событию. Поэтому вас ожидает еще и такой сюрприз. Но теперь для вас это уже не сюрприз, а просто очень приятные обстоятельства нашей встречи. А только, конечно, мне, конечно, низкий поклон за этот подарок. Потому что Рябович Рябович теперь вечно в своем доме. И, по-моему, этот образ действительно очень точно передает вот то его состояние одухотворенности и творчества, которое мы, к счастью, запечатлели своей партой. Большое вам спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо. Спасибо.